Милек Сид Халилова танцует национальный танец Доган-Кунь. Это финальная репетиция перед выходом на сцену. Конкурентов много, но если мы постараемся, мы сможем поехать в Москву. Я думаю, что живи должны на нас обратить внимание, потому что у нас очень красивые костюмы и мы хорошо танцуем. Итог конкурса – поездка в Москву. Для Милек это шанс прославиться. Сейчас в Симферополе проходит республиканский отборочный тур. Руководитель коллектива Велидея Блязова рассказала об особенностях и идее танца. Рисунок танца у девочки день рождения, она как бы поругалась с девчонками и думает, придут ли или не придут. И они, конечно, пришли. И день рождения удался. Танки вышли, прямочи, те самые, с крестами на броню. Условия конкурса – песни, танцы, литература из детского советского кино. Но возраст участников – с 7 до 17 лет. Задача наша стоит в том, чтобы подрастающее поколение нынешнее ознакомилось с произведениями советского периода, которые были направлены для детей, о детях и так далее. Чтобы как-то приблизиться, познакомиться с той эпохой именно гуманизма, патриотизма, любви к родине. Поддержать участников пришли их родители. Мама Леокадия Пидан Елена больше волновалась за дочь, чем сама вокалистка. Это стало уже семейной традицией – каждый год выступать на этой сцене. В 2015 году мы узнали про конкурс «Земля талантов», что он проходит. И с средней дочерью принимали участие. Дошли до финала, в финале заняли первое место. В этом году младшая Леокадия принимает участие. Леокадия Пидан исполнила песню из мультфильма «По секрету всему свету». Если я поеду в Москву, то я поеду со своим коллективом, с ними спою и спою одна. Спою «Мо маленькие дети» и «Ля-ля-ля-ля-ля». Шестой всероссийский конкурс прошел более чем в 20 регионах страны. Финал состоится в сентябре в Москве. Севеля Меметова, Рамазан Илевапов, телеканал «Милет».